Повреждения на линии электропередач вызвали возгорание в лесной зоне. Пожарные приехали буквально за 7 минут и потушили огонь. Такую легенду отработали на учениях спасатели МЧС, волонтеры и лесники. Условные учения для пожарных – обычное дело. С огнем справляются быстро и качественно. Работа отлажена. Несколько тонн воды обрушиваются с небес на землю, чтобы спасти лес от исчезновения. Практические занятия проводят для того, чтобы быть готовыми ко всему. Нарушения есть, они выявляются оперативно нами. Это и люди, посещающие леса с целью просто отдохнуть, сбора грибов, ягод или пожарить шашлыки. Это и дачники в том числе, когда у нас на границах с лесными участками организуются несанкционированные свалки, бытового мусора, мусора с дачных приусадебных участков. Это тоже в свою очередь создает определенную угрозу возникновения распространения лесных пожаров. С 15 апреля в Самаре установлено ограничение на разведение костров в лесах. Оно продлится до 1 октября. Запрета на посещение лесов пока нет, но может возникнуть при 4 и 5 классах пожароопасности. Тушить пожары – дело затратное. В прошлом году в регионе возгорания в лесах происходили почти 50 раз. Все пожары в основном были низовые и ликвидированы на ранней стадии возникновения. То есть горела подстилка, и урона лесному фонду не было нанесено. Только затраты. Но все-таки все равно около миллиона рублей по прошлому году – ущерб от пожаров. За 20 минут крупное возгорание было ликвидировано. Учения признаны успешными. Комиссия поставила высокие оценки пожарным. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.